youtube привет меня давно не было извините пожалуйста за это поддержите это видео комментарием и лайком и заходите в мой телеграм-канал погнали сейчас вы увидите 10 экспериментов от 10 до 100 уровня сложности и зрелищности и некоторые из них вам точно нельзя повторять я повторю все для 10 уровня нам понадобится вот такое устройство которое называется магический меч вставляя металлический меч в него полностью пронзаем устройство теперь надо нажать рычаг двигающей стрелкой и мы видим как стрелка магическим образом проходит сквозь меч и оказывается позади него а как это возможно увидел это впервые я подумал что это какое-то колдовство и не мог понять в чем разгадка думал что секрет в мече но с деревянной палкой происходило тоже а может быть он супер быстро двигается в другом типа он а я полосы объясняю чат он супер сильно наклоняется вот так и потом просто резко другую сторону это это супер легкий эксперимент же самое оказывается что стрелка вовсе не проходит сквозь меч а просто с невероятно логично обходит его с другой стороны это логично на съемке мы можем увидеть как двигается стрелка на самом деле на двадцатом уровне сложности у нас обычное яблоко и обычная палка на которую я его надеваю а теперь вопрос с что произойдет когда я начну бить молотком по палке на которой висит яблоко конечно же она слетит и упадет скажете вы вода не а в какой-то магии яблоко не соскальзывает вниз а наоборот вопреки гравитации поднимается вверх я почему так нет все можно попробовать почему так вот палка вот молоток он дает сюда уходит генетическая энергия вниз и хуй знает почему замедлил видео чтобы вы смогли присмотреться к происходящему более детально и надеюсь что самые умные из вас поймут что происходит и дадут тут объяснение такому парадоксу а ну очевидно это фокус позавчера китайцы прислали нам еще одно странное уст в смысле он не объяснит что ли устройство она представляет собой герметичный шар внутри которого находится 4 лопасти похожие на те которыми замеряют силу ветра но наше устройство сможет показать нам силу светового давления да да вот эта лазерная указка сейчас давит на мою руку не сильно но давит а сейчас давит на эту курочку и теперь когда мы посвятим лазером на черную сторону лопастей то давление лазера толкает их и вся конструкция поворачивается давайте теперь возьмем небольшой фонарь и испытаем давление его свечение угол карусель крутится еще быстрее и оказывается что солнечный свет также излучает невидимые фотоны которые ежедневно толкают нас а у ее направлении от себя просто так вот почему люди падают на ровном месте этого не чувствуем и это не шутка наса уже разрабатывает космический корабль который после выхода в космос разложит огромные паруса на которые будет попадать излучение солнца и толкать их в сторону как вы думаете были люди на луне или нет я напишу да вы в курсе что ну русских на луне не было никогда юрий гагарин пишет чудовища луна луна я убеждал вы в курсе что не было русских на луне типа у нас нету мы не летали туда вообще это эффект манделлы те кто думал что летали американцы летали наши наши не летали летали типа только американцы и чё с этого это сейчас сейчас задумайтесь я сейчас вам мир сломаю я просто сидел сам мы я себе мир сломал и саньку задумайтесь скорость света занимает примерно за секунду делать 7 с половиной оборотов вокруг земли поняли значится от луны до земли расстояние четыреста тысяч километров поняли вы считаете что в 1969 году корабль оттолкнулся от земли пролетел 400 тысяч километров до луны сел там и палили прилетел обратно да хорошо а почему тогда больше после этого не повторяли никто не летал на ну почему почему никто больше никогда не был на луне после этого раза хотя у нас как будто бы 2024 год блять у нас почти телепорт доступен там делать нехуне вы вообще конченые блять периодически не все отстаньте небольшой хорошо были на луне блять были на марсе кто на юпитере все инопланетяне существуют а-да-да-да добычат но благодаря отсутствию сопротивления натовцы в чате и не воздуха в космосе за несколько месяцев или даже лет зонт сможет разогнаться до очень большой скорости и продолжать набирать ее с каждым днем без надобности в каком-либо топливе 40 уровень и нам понадобится красная батарейка и кусок обычного кабеля из которого при помощи ножа нам надо добыть вот такую тонкую проволоку наматываем можно было просто проволоку купить на маркер несколько раз чтобы получить вот такой ровный круг с двумя ответвлениями теперь берем тот же маркер и намазываем одну сторону каждого ответвления его краской дальше нам понадобятся две вот такие шпильки и кусочек синей изоленты которым мы приклеиваем их по сторонам батарейки как показано на видео теперь нам понадобится небольшой магнитик который мы приклеиваем на батарейку используя кусок пластилина осталось вставить проволоку ушки металлических шпилек немножко подтолкнуть катушку и мы получаем наверное самый примитивный электродвигатель в мире который может сделать каждый ни хрена себе нам понадобится алюминиевая банка колы пустая банка от колы нет и небольшая емкость водой в которую мы добавляем немного льда дальше мы взяли походную газовую горелку которая умеет гореть добавили немного воды в банку от колы и поставили на огонь уже через минуту вода закипает из банки выделяется пар и если перевернуть банку отверстие вниз и вставить ее в воду то происходит вот что это известный эксперимент но мы хотим усовершенствовать его чтобы получить еще лучший эффект в этот раз мы не открываем колу дергая за кольцо а при помощи отвертки проделываем ней два маленьких отверстия достаточно чего это все нужно но ребят вообще кто-то пользовался когда-нибудь лайфхаками вообще эта рубрика лайфхаки когда-нибудь существовало для чего-то еще кроме того чтобы просто быть на ютубе типа по моему лайфхаки это самая бесполезная вещь в мире мне кажется от спиннера было больше пользы чем от лайфхаков просто-напросто потому что но лайфхаки это буквально та штука которая требовала больше усилий чем делать без лайфхака я 0 и странные вообще очень какой лайфхак вы использовали кого вы использовали лайфхак сидят я такой какой последний лайфхак ты использовал одеялов под одеяль и кто учился вать ну ссори бля у меня мама была хотя бы так лайм без клея для сделать вагину из полотенца энты сокола и дать яйца в баню ребята вы такие были полезные вещи делаете тяжело на волосы голова на на головах глаза на лоб лезут супер ребят чтобы извлечь из нее жидкость теперь повторяем все действия и и и сплющивает гораздо сильнее классический ух ты вот так варианте все из-за того что во время охлаждения водяного пара внутри банки его объем резко уменьшается и отрицательное давление сплющивает банку внутрь для следующего эксперимента нам понадобится вот такая деревянная платформа и небольшой кусок льда из морозильной камеры дальше берем петлю из тонкой металлической проволоки одеваем ее на кусок льда и снизу подвешиваем на проволоку какой-то груз чем больше тем лучше уже через несколько секунд мы можем наблюдать как проволока врезается в лед и разделяет его на две части но лед обладает удивительным свойствами что морозилку называет морозильной камеры он говорит про моды морозилку морозильная камера рации благодаря к а вы в курсе морозилка это типа не неленькое слова а морозилка типа морозилка сокращение от камера морозильная камера вместо разреза заполняется растопленной водой и сразу же замораживается обратно образуя прочные соединения которые никак не разделить Семидесятый уровень приводит нас к обычной свече, состоящей из твердого воска Но если ее нагреть, то воск превращается в жидкость и собирается в небольшую консервную банку Вот, выбили бы Так как мы профессионалы, то нам понадобятся защитные очки, защитные перчатки и специалист техники безопасности Но, наверное, если ты выпьешь, тебе плохо будет В опасности, который будет следить за процессом Если воск нагревается до определенной температуры и подвергается контакту с обычной водой То происходит его самовозгорание Невероятно Казалось бы, что вода должна потушить пламя и уменьшить вероятность его появления Но в случае с воском все как раз... Ну это логично, объясню почему Потому что, смотри, ты нагреваешь воск, сначала он просто становится более жидким, истекает Значит, следующий этап, он становится супер жидкий А значит, если вернуть его в обратное состояние, охладив чуть-чуть, тем самым напрыскав водой Значит, ты получишь огонь Наоборот, капельки воды, попадая на поверхность горячего воска, закипают, разбрызгивая его микрочастицы в воздух А тушить как? Ну вообще, кстати, если вы не знали, вот если что-то возгорается, тушить надо не водой, а надо кидать на это, ну, какую-то ткань Какое-то там пальто, что-нибудь Какую-то одежду, одеяло И потом по одеялу вот так вот делать Это правильно А неправильно, типа, тушить водой, потому что может так хуже сделать Перегрыть воздух, да Типа, огонь же горит из-за того, что есть кислород Если кислорода не дать, то и огня не будет Таблы Песок, ну я посмотрю, как ты, сука В квартире в Москве в Сталинке песок просто найдешь Ну хотя, кстати, в Сталинке может и есть еще, но вот, ну, в какой-нибудь новостройке нет Точно таким же свойством, поэтому всегда следует помнить, что ни в коем случае нельзя тушить масло водой Даже большое ее количество не приведет к положительному результату Только что сказал Восьмидесятый уровень и нам понадобятся две батарейки Вместе они дадут напряжение в три вольта Чего должно хватить, чтобы зажечь вот такой светодиод Одну из ножек которого мы должны припаять к черному проводу Дальше нам понадобятся две чайные ложки Небольшая емкость и обычная кухонная алюминиевая фольга Нам нужно рвать ее на мелкие кусочки и делать из них вот такие маленькие шарики Очень много маленьких шариков Чтобы наполнить ими нашу емкость почти полностью Теперь вставляем две чайные ложки в шарики Как показано на видео И при помощи вот таких зажимов соединяем светодиод, батарейки и ложки в одну замкнутую цепь Все готово Мы собрали самый простой дистанционный пульт управления Который позволит нам включать светодиод через воздух не прикосаясь к чему-либо Для этого нам понадобится зажигалка А именно вот эта деталь, которая при нажатии выделяет небольшой электрический разряд Вместе с разрядом одновременно излучается радиосигнал, который непонятным науке образом замыкает цепь и светодиод зажигается Чтобы разомкнуть цепь, достаточно легкого касания к поверхности стола и светодиод погаснет Невероятно Охренеть Невероятно, я не знаю как это работает, но это работает Хомяк 90 уровень сложности И в этот раз мы попытаемся взять магические шарики не из колы, как в прошлый раз, а из сладкого и вкусного арбуза Для начала нам нужно выбрать из него всю мякоть и перенести ее в небольшую емкость Я не знаю кто ел, кстати, ложка арбуз Я вот всю жизнь сколько себя помню, я вот лет после 16 уже арбузы не ел вообще Но я ел треугольниками арбуз Мне давали треугольники, я вот так поколупывала семечки ебливые И вот так ел, ну типа ложкой я не ел вообще Мне кажется я реально четкий чел, а вот вы кто ложкой ел, хуй знает вообще На изи моде как-то жизнь проходите Когда стоит вторая половина, лень же Ну хер знает, мне всегда приносили на блюдечки, говорили Иван Валентинович, кушайте Ну сори Пропускаем его через ситечко, чтобы избавиться от крупных фракций И добавляем белые порошки в пюре И в воду, в которую мы будем выливать шарики Теперь при помощи большой ложки набираем арбузной кашки И аккуратно... Кашка! ...выливаем в воду с лактатом кальция Спустя пять минут сфера приобретает оболочку И мы можем достать наш маленький арбузный мячик Только посмотрите какой он классный и... Знаете, я бы по нему пиздячил, бля Наверное вкусный Ой! Давайте попробуем разрезать оболочку ножом, чтобы убедиться, что внутри он все еще жидкий Забавно, но сомнительно по вкусу, если честно, почему-то мне кажется Арбузное пюре немного загустело, но совсем не потеряло своих вкусовых свойств Не-не-не, я бы это не стал есть Ну, типа, мне кажется, это не особо вкусно Из оставшейся части мы наделали много вот таких... Это мило, но невкусно ...маленьких шариков... Онек бы съел, онек бы съел все, что неровно лежит нахал ...маленьких шариков, которые будут очень круто и необычно смотреться внутри одной из половинок арбуза Я подержал их в воде чуть дольше, и оболочки стали настолько прочными, что раздавить их теперь не так-то просто Для последнего самого сложного эксперимента нам понадобится блок на четыре пальчиковые батарейки И, соответственно, четыре мощных экземпляра За один доллар я купил два вот таких крокодильчика, которым припаиваю два медных провода Дальше в вот такую маленькую дощечку я убиваю два гвоздя на расстоянии примерно 2 сантиметра друг от друга Теперь надеваем крокодильчики с проводами на гвозди После чего достаем тонкий графитовый стержень из любого карандаша и закрепляем его между крокодил... Я вообще не мог эти карандаши со стержнями, бля, использовать У меня они кончались за один урок Я вытаскивал этот блядский стержень и ломал его просто весь А писать я им не мог, потому что я, видимо, давил слишком сильно Я вообще не понимал, как им можно писать Мне нравилось, как он работал, но я вообще... По-моему, он был супер непрактичный Подключаем питание, электрический ток начинает концентрироваться на стержне, сильно накрывая его, и он загорается ярким свечением Из центра свечения в воздух начинают вырываться какие-то частицы, и все это выглядит очень круто Но одновременно этот процесс окисляет стержень и расщепляет его на молекулы до момента, пока он не разрушается Вау! В таких условиях одного стержня хватает примерно на 30 секунд свечения Все из-за доступа кислорода к стержню Но что если попытаться убрать кислород? Чтобы перейти на следующий уровень, мне пришлось купить еще больше стержней и заменить уже подсевшие батарейки на вот такой блок питания В этот раз площадку с крокодильчиками мы установим на внутреннюю часть крышки от небольшой стеклянной банки А сама банка будет защищать стержень от кислорода Но чтобы избавиться даже от того кислорода, который будет внутри банки, мы капаем 2 капли спирта на дощечку, поджигаем его и быстро закручиваем банку Ну что, плавно подаем питание и кажется все получается Даже такой тонкий стержень выделяет достаточное количество света для того, чтобы осветить целую комнату Будто бы что-то взорвется сейчас Обратите внимание на странный дым, который выделяется из стержня в первые секунды свечения И потом будто концентрируется обратно вместо свечения графитового стержня Выглядит это будто открытие какого-то портала Если вам понравилась такая рубрика, то напишите в комментариях и поставьте лайк Прикиньте, а вы максимум что можете, это в смыв нажать, блин Еще я узнаю, что вам действительно понравилось Охренеть Классный видос, молодец, Сливкишоу, ты меня впечатлил, мне понравилось Субтитры сделал DimaTorzok